Но я немножко хочу поделиться своим опытом. Когда я был маленьким, я был уверен, что все не любят евреев. И в качестве еврейского мальчика мне это очень мешало. Но когда я стал старше, я неожиданно для себя понял, что все не любят всех. И что ситуация гораздо трагичнее, чем мне казалось. То есть дело не в том, что мой народ избрали своей мишенью для ненависти большое количество разных людей из разных народов. Это можно воспринимать как комплимент. Потому что, как легко догадаться, тот, кто из себя ничего не представляет, не вызывает никаких чувств. А юдофилия и юдофобия, они хотя и разные по вектору, но очень сходны по содержанию. Выделить мой народ в некую отдельную категорию, которая требует отдельного отношения. И тут надо сказать, что ситуация действительно ужасная. И вы будете смеяться, но я понял, насколько она ужасна. Именно во время своей работы в Киеве. Когда я был свидетелем, непосредственным свидетелем того, как в течение буквально нескольких месяцев два самых родственных народа стали ненавидящими друг друга врагами. И это еще раз подтвердило, что проблема гораздо шире и гораздо глубже, чем проблема взаимодействия между еврейским народом и остальным человечеством. И я хотел бы с этого начать наш разговором. Дело в том, что неприязнь к тем, кто от тебя отличается чем-либо, она заложена как бы в наше внутреннее устройство. Она характерна для всех, как и восприятие себя и себе подобных в качестве критерия. Я помню, как мой учитель однажды с его знаменитой улыбкой мне рассказывал о том, что на чукотском языке слово «чукча» и слово «человек» синонимы, а все остальные называются другими названиями. Да, потому что на человека не тянут, не чукча, само собой понятно, да? Раз не чукча, так о чем говорить? Значит, но тоже там разные бывают. То есть, как это ни парадоксально, но масса вещей, которые для нас естественны, они враждебны мнению Торы и желанию Всевышнего. Бог для того, чтобы мы не теряли ориентиров, сделал нас потомками одной пары. Это подчеркивание, это никому не нужное вроде бы с точки зрения, так сказать, пути жизни, устоев повествования Торы на самом деле имеет гигантский, гигантский воспитательный смысл. Тебя пытается объяснить, что люди представляют из себя большую семью, разросшуюся, очень разнообразную, что, впрочем, никого не удивляет, из тех, у кого много детей. Любой родитель, у которого есть возможность отследить это, он вам скажет, что дети, рожденные от одних и тех же родителей, друг от друга отречаются разительно. И никакие клише, выработанные на одном ребенке, нельзя механически переносить на другого. Это он скажет любой, вменяемый папа и мама. И то, что человечество, оно состоит из очень разных родственников, это на самом деле вещь бесспорная. Даже биологически. Я уже не говорю с точки зрения Тора. И поэтому мы говорили уже о целетворении, и эта тема, она на самом деле очень близка к теме смысла существования людей. Вообще. люди должны достойно жить. Со всех точек зрения. И это на самом деле тяжелейшее задание. Это тяжелая, тяжелая миссия жить достойно. Не теряя уровень. Не опускаясь в своей человечности. Не разрешая животному в себе стать хозяином. Это безумно интересно. И очень сложно. Потому что животное, в отличие от человека, оно естественно. А человек надуман. Человеку для того, чтобы состояться в своем человеческом качестве, надо подняться над собой. Над естественностью. если вы обратите внимание на законы Торы, вы увидите там одну смешную такую закономерность. Она, Тора, то бишь, накладывает свой тяжелый такой отпечаток, накладывает рамки на все естественные проявления человеческого бытия. На все. И самая главная идея в откровении заключалась в том, что нету области, нету сектора свободного от Бога в нашей жизни. то есть нету чего-то, что не входило бы в замысел Творца или в качестве недопустимого, или в качестве желательного, или в качестве предписанного, так или иначе. Но нету в жизни человека такой области, которая была бы вне контекста его отношения с Богом. И вот это вот постоянное сознание того, что ты ни в каких своих проявлениях, находясь в туалете или на приеме, торгуя или принимая больных. Совершенно неважно в рамках семьи или в разборках с соседями во дворе. Ты никогда не свободен от Бога. И ты никогда не свободен от того, что любое твое проявление, подчеркиваю, любое твое проявление, будет или удовлетворять желание Творца и замысл, или противостоять ему. И третьего не дано. Ты не можешь прожить жизнь без того, чтобы в той или иной форме не взаимодействовать с Богом на любом повороте твоей жизни, в любом из твоих проявлений. За обедами занимаясь любовью, воспитывая детей и хороня родителей. Ты всегда с Богом и всегда ведешь себя каким-то образом, который соответствует или противостоит замыслу. И вот эта идея она на самом деле грандиозна и всеобъемлюща. И это значит, что мы никогда не можем себе позволить никаких реакций, я имею ввиду в идеале, как должно быть, мы не можем себе позволить никаких реакций, никаких поведенческих ориентиров, никаких моделей поведения, которые бы не были подконтрольны моим убеждениям и моим идеям. а эти убеждения идеи их надо вынашивать, выстраивать и осмыслять. Более того, не может быть ситуации, при которой у тебя есть идеи, есть вера, есть понимание, и это не находит своего выражения в повседневной жизни. В первую очередь в твоем отношении к тебе подобно. Близким и дальним. И это на самом деле удивитесь, вот то, что я до этого говорил, это и есть служение Богу у народов мира. Парадоксальнейшим образом большая часть человечества не оформлена, не ритуализирована конфессионально в рамках иудеизма. то есть переведу на человеческий язык, сказанное мною выше. В отношениях с Богом ритуальная обрядовая составляющая жизни является 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 сугубо продуктом человеческой психологии и общественного договора. потому потому что сам Всевышний благословен он не дал оформленного религиозного служения в рамках обрядности и ритуализации. вы скажете и вы будете правы, что у людей есть потребность оформлять свои отношения с Всевышним в какие-то внятные наработанные формы, доказавшие свою свою говоря по-еврейски кошерность над достойность и допустимость и эффективность. Я с вами естественно соглашусь, но это и есть то, что я сказал, что это является последствием нашей психологии и общественного договора. Бог не ритуализировал отношения с народами мира. и дал общее задание как мы об этом говорили с вами. Я лично с вами говорил. Он дал отдельное задание заселять эту землю и владеть ею. хранить и возделывать сад. Это получил наш предок Адам и это соответственно является неотъемлемой принадлежностью религиозного служения народов мира. То есть набившая скобину сутка лишь бы человек был хороший применительно к народам мира синонимично словам этот человек угоден Богу. Ноах ле бреес ноах ле моком хорош для людей хорош для Бога. И вы можете увидеть это как пожалуй самое жесткое и четкое указание как надо служить Всевышнему. И если вы думаете что общность общая вот такая расплывчатость установки ее всеохватность я бы сказал делает эту задачу легко выполнимой то я позволю себе быть злобным и эхидным я вообще легко себя позволяю бы за добым эхидным но вы ответите мне на два вопроса первый вопрос как вы оцениваете себя как человек хороший или нет и второй вспомните свою биографию и тогда вы поймете что на самом деле выполнение этого общего всеохватного на вот такого установления быть хорошим человеком и делать этот мир лучше как религиозная задача это может быть не сведено к точечным каким-то вещам что воспринимается зачастую как облегчение когда тебе говорят конкретные какие-то вещи встал сел поставил сделал дал да это легче чем быть таким чтобы так себя вести без четких точечных указаний и поэтому разница между праведными и неправедными людьми у народов мира заключается в нескольких очень простых с моей точки зрения все что я говорю вообще это моя точка зрения да это понятно очень простых вещах во-первых что мы выбираем в качестве критерия хорошести в собственном поведении какими какой критериальной системой мы пользуемся а без нее эти утверждения становятся бессмысленными что хорошо что плохо надо знать а для этого надо пользоваться критериями этими критериями не может быть мое отношение к происходящему потому что нравится мне не нравится это не синоним хорошо или плохо поэтому должна быть критериальная система и с точки зрения иудаизма эта критериальная система своим источником имеет всевышнего а не человеческое творчество второе именно среди народов мира праведность является сугубо отображением уровня личности потому что формальной праведности у них быть не может оттарабанить свое и горену огнем поставить птички им невозможности не дали им я имею ввиду вам потому что у меня формально такая возможность есть есть даже понятие подонок в рамках Торы то есть это низменный человек который достаточно умен чтобы птички ставить это Талмуд говорит что есть подонки в рамках Торы то есть человек которого дух Торы не интересуют но которые четко знают как надо себя вести чтобы не попасть под статью да помните Остапа Бендера тут еще может быть есть люди моего поколения которые еще книжки читали я без претензии к молодым я знаю что они теперь умеют зато в игры играть компьютерные но когда-то мы еще читали книжки я еще помню это такие из бумаги да теперь Такасапа Брагимович Бендер говорил о том что он знает что он чтит уголовный кодекс да и он знает сколько там я не помню точно 200 с чем-то относительно честных способов отъема чужих денег да то есть вот это вот называется поддонок в рамках Торы да вот это вот то есть знает как не попасть под статью но при этом так сказать хорошего о чем ничего не скажешь так вот у неевреев такого счастья нет не дано да не попасть под статью да и при этом быть плохим человеком потому что ей требования к человечеству оно очень широко поставлено не формализовано а значит ты голенький вот что что ты несешь и единственное что может компенсировать внутреннее несовершенство это то что те кто тебя окружают оценивают тебя как положительное явление в их жизни вот это неубиенно потому что это уже не субъективно в тебе и это и есть быть человеком по-настоящему это то что Бог хочет от людей от всех от разных не быть естественными быть надуманными людьми которые руководствуются своими идеями и верой а не животными инстинктами люди которые понимают что смысл жизни человека вне него потому что тогда состоялась воля воля творца это служение не евреев и понятно что без той самой критериальной системы которую я говорил изначально да то есть без нашей святой торов в которой Бог говорит что ему нравится что ему не нравится а откуда нам знать что ему нравится и не нравится если он это сам не сказал через пророка а себе доверять я не советую когда я себе доверяю я обычно раскаиваюсь это все говорилось о служении не евреев по отношению к евреям ситуация абсолютно другая принципиально евреи в нашей святой торе охарактеризованы в двух местах в одном месте за три дня до дарования торы им было сказано что из них делают царство священников и святой народ а в другом месте сказано что они цива зашем воинство всевышнего то есть есть два два аналога так сказать которым пользуется всевышний когда говорит о еврейском народе один военный второй священнический то есть это или солдаты божье воинство или священство что в принципе одно и то же потому что имеется ввиду естественным образом не умение убивать ближних под воинством а дисциплина четкое исполнение функций и упорядоченность поведения у священников то же самое в этом священники и воины схожи и это очень важно понять понимаете если бы когда-то вас интересовало устройство армии вы бы узнали удивительную вещь что собственно воюющих то бишь активных штыков как в старину говорили в армии меньшинство а большая часть армии она обслуживает тех кто воюет тыл и обслуживающий персонал и в процентном соотношении и в функционале превышает собственно бойцов эти бойцы они не могут служить без тыла они не могут служить без всех этих систем снабжения изготовления боеприпасов транспорта медицины топлива и т.д. и т.п. и т.д. и т.п. связи и прочее и прочее и прочее и прочее вы скажете что если убрать воинов тогда вся эта махина теряет свой смысл да конечно но если вы скажете что если оставить только воинов и убрать то то это не армия это банда кто служил понимает и то же самое по отношению к священству священство подразумевает наличие мирян является посредником и проводником в обе стороны предстательствуя перед всевышним и транслируя его волю остальным это функция еврейского народа я не могу сказать что мы блестяще справляемся со своими обязанностями но уверен в нескольких вещах во первых в том что бог не фраер да и поэтому я подозреваю что мы еще хорошо выглядим по сравнению с тем что могло быть в сложившихся условиях а с другой стороны да я подозреваю что все остальные бы выглядели не лучше давайте так деликатно скажу нам это не значит что нам нечего исправлять и нечем заниматься как раз большая часть еврейского народа совершенно не собирается быть светочем и подавляющее большинство моих собратьев уверены что у нас такие проблемы что думать об общем состоянии дел да как бы не вовремя мы пока должны заниматься выживанием и оздоровлением а не не всем остальным понимаю я этих людей понимаю я сам так думал совсем недавно пока меня как бы не взяли за шкирку как хасида любавического рэба потому что рэба говорил иначе а я догматик если рэба говорил иначе значит оно иначе а потом когда я начал уже всем этим заниматься вдруг я понял что мы же сообщающиеся сосуды все и не можем мы решать свои проблемы каждый из нас не может решать свои проблемы в отрыве от всех остальных потому что мы друг на друга всегда влияем хотим мы этого или не хотим и наши судьбы сплетены хотим мы этого или не хотим нравится не нравится и поэтому иллюзия того что я могу заниматься с собой а остальные пусть разбираются сами не более чем иллюзия потому что мы все вместе и это не зависит от нашего желания это объективная реальность осталось выяснить как вместе то что вместе это приговор вот как вместе это уже решение и поэтому опять-таки очень многие из людей которые глядя на евреев говорят и думают о том что интересно как они возомнили о себе Богу служат мы ничем не хуже понимаете друзья хуже не хуже это вопрос индивидуальный не зависит от происхождения даже типа служения кто лучше кто хуже а вот те кто думает что они будут не хуже евреями чем евреи могут попробовать потому что еврейство это открытая общность евреем можно стать евреем нельзя перестать быть вот стать евреем можно но удивитесь большая часть тех которые упрекают нас в элитарности и высокомерии совершенно не хочет примерять на себя наши велиги то есть это да а это нет я их понимаю но согласиться не могу поэтому есть один хороший выход с моей точки зрения единственное возможно и абсолютно неизбежное на том или ином этапе мы все равно к этому придем и так будет или как навязанное нам сверху или как принято инициированное снизу но так будет когда все люди будут озабочены тем как как сделать так чтобы всем хорошо жилось каждому в своем качестве на своем месте и будет думать не о том сколько они недополучили а о том сколько они недодали и тогда братцы заживем вот тогда это будет тот мир который хотелось бы оставить детям к сожалению по моим наблюдениям пока им ничего хорошего нашим детишкам не светит уж больно много людей которые думают о том сколько им причитается а не о том сколько они могут дать спасибо большое за урок у меня такой вопрос вы сказали что если человеку угоден в глазах других людей то он угоден и в глазах Бога это не я сказал ты был цар мудр да у меня вот касательно этого есть вопрос но невозможно всем людям угодить кому-то будет нравиться то что ты делаешь кому-то не нравится как оно клеится с тем что всем не угодишь если вы обратили внимание крестьян я попытался сразу сказать что критерии хорошо и плохо у нас есть да и это воля Бога изложенная в писании это первое во вторых удивитесь большая часть того что мы делаем если она направлена изначально на то чтобы сделать хорошее не себе а кому-то и востребована непрошенное хорошее ничем хорошим не кончается я хотел бы сказать сразу поговорить да должно быть востребовано если оно востребовано и получено да то оно сам себя сам собой спорю когда вам отвечаю да я все таки по моему опыту хорошие люди воспринимаются как хорошее большинство именно по этому критерию тому что они дают хотя я помню о неблагодарности человеческой я помню как Рэбе однажды сказал об одном большом противнике хасидизма хаббата он сказал странно мы ему не сделали столько хорошего чтобы он нас так ненавидел да теперь люди бывают крайне неблагодарны по целому ряду причин но опять таки мы практически всегда знаем что хорошо и что плохо практически всегда и практически всегда безошибочно оцениваем человек делает хорошо или плохо у нас есть некое знание некий опыт мы все таки живем в мире в котором уже три тысячи триста тридцать три года как донатора многие вещи вошли многое знаем просто из принятого в обществе из устоев из традиций и так далее и так далее тора все таки три с лишним тысячи лет она она влияет на этот мир мы мы знаем в принципе что такое делать хорошо и что такое делать плохо да а когда не знаем то для этого есть раввины у меня вопрос вот касательно темы общности восприятия вот заповедей ну для народов мира всеми которые мы знаем да а вот до каких пор до какой вот до какого уровня если они общие их следует ну где критерий правильности их восприятия вот допустим не есть живое плоти не вкушать от животных да можно ли под этим Андрюша если я не ошибаюсь вся следующая неделя будет посвящена этим вопросам простите наушник можно еще да я могу повторить еще раз если я не ошибаюсь вся следующая неделя будет посвящена этим вопросам а хорошо хорошо да у меня еще вопросик на прошлого урока прошлого занятия по ЧУВе вот значит вот касательно выражения черпать силы из предыдущих проступков из предыдущих как бы грехов вот такая формулировочка была как на практике это не моя формулировка да не ваша ну вот в процессе в процессе модуля почему 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 вы считаете что я должен расхлебывать то что говорят остальные значит я дай бог чтобы свое расхлебал это во-первых а во-вторых вы знаете как можно легко черпать силу в собственных проступках и преступлениях ужас ужаснуться им ну это да но на практике это как бы на практике это именно так угрызение совести все-таки какие совести откуда у нас совесть да у нас есть мозги и поэтому когда тебя завалило в эту сторону для того чтобы восстанавливать равновесие надо сильно себя заваливать в противоположное да все понятно а вот компенсация за предыдущие проступки она как должна выражаться в каком-то количественном покрытии ну как бы случая в которые могут привести Андрюша я давно давно сформулировал на себя очень четкую формулировку я вам ее дарю да я у бога бухгалтером не работаю ясно ладно поэтому подсчитывать так сказать чужую крутизну или чужую низость так сказать это не мое собачье дело есть специально уполномоченные ангелы которые сидят разбирают личные дела у них все в файликах так сказать все хорошо не волнуйтесь там судопроизводство налажено вот так все будет хорошо ну то есть как бы ответ должен прийти к какому-то выражаться в каком-то душевном состоянии вы знаете вы знаете как бог отвечает нам на все наши молитвы и поступки ну может обстоятельства какие-то более благоприятные вашей жизни ваша ваша жизнь на вот то то каким что вам что вам приходит извне это и есть ответ бога на все ваши на совокупность того что вы транслируете вовне да своими делами мыслями речью на всех уровнях вот что вы транслируете вот то в каком мире вы после этого живете это совокупный ответ бога на транслирую вами я надеюсь я вас обрадовал потому что вам наверняка у вас все будет хорошо ну надеюсь да будет есть на чем поработать во всяком случае так вы же еще молодой я уже должен не отличить а у вас еще много времени до новых гуд Спасибо.